В прошлой серии я попытался поднять финку, а именно купил бы хоть тройку, собрал дофигищу народа и объявил критерии розыгрыша, многие игроки халатничали, другие вообще не увозили, хотя заказов было достаточно, ну и в итоге за 6 часов никто не выполнил 50 заказов. Ну а что было дальше, вы узнаете в этой серии. Ну и чё, пацаны, встречайте, это 83 серия Пузибом Жабестика на просторах Блэк Раше. И это тормозите, если вдруг вы хотите поиграть на Блэк Раше вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании и залетайте на зервачок Кримсон, после захода вводите промокод хэштег БСТЕК. Ну и чтоб вы понимали, введя его вы получаете скин, бустер, аксессуар, акулу, вип-голд, ну а также роллс-ройс, фантом совершенно бесплатно. И кстати, под прошлой серией вы набрали 800 лайков и донатик забирает вот этот вот челик, сколько лайков вы соберёте на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Короче, пацаны, залетел я сейчас на сервер снова по незапланированным причинам. Чтобы вы понимали, мне в ВК начали сыпаться вот такие вот фотки, и как вы понимаете, походу мой таксопарк слили. Я просто в шоке с того, что в моём таксопарке имеется только два заместителя, которые могли это сделать, и то один из них остался от прошлого владельца, я его пожалел и оставил. Ну то есть он там писал, эй, не надо меня там кикать, я останусь, буду тебе помогать, рекламировать и т.д. и т.п., я его пожалел и как бы оставил. Сейчас я пропишу это меню, и вы как бы всё поймёте. Переходим в управление компанией, управление рангами. Ну и как вы видите, название рангов у нас поменяли, фиксики как сперма, чё-то симбиоты, бестикс-со от симбиота, бестикс-со, понимаю. Типа пацаны, слив таксопарка это настолько маловероятная тема, то что по этому поводу даже в пункте правил ничего не написано, то есть нет никаких наказаний. Если мы сейчас перейдём в список сотрудников, в список сотрудников в сети, тут у нас был женёк Хеджаев, а именно заместитель, но чё-то его нет. Ну и тут остался второй заместитель, а именно это Майк Вендетт. Как я понимаю, именно он и замутил всю эту тему. Вообще в моём таксопарке имеется 17 тысяч человек. Ну и сейчас мне нужно список сотрудников не в сети, вот так вот прошарить и посмотреть, есть ли тут ещё заместители или нет. Я не понимаю, почему тут нет никакой сортировки, блин, и делать это очень сложно. Возможно тут даже скрываются ещё какие-то заместители, о которых я не знал, хотя их тут вообще не было. Кстати, походу заместители начали ранги менять. Ну да, вот комфорт появился. Блин, ну мне кажется, я тут могу найти какого-то зама, хотя это маловероятно, потому что после этого слива он по-любому взял и ушёл с нашего токсопарка. Ема, мне интересно, сколько я ещё вот так вот буду листать и искать заместителей, это какая-то жесть. Ема, тут даже игроки с 21-го года есть, офигеть. Даже есть какая-то пародия на Крейта, понимаю. О, нашёл я какого-то заместителя директора, Клер Тун Вайт. Этого челика я вообще не знаю и вижу впервые. Вот ещё есть какой-то Алмат Спорт. Я их сейчас трогать не буду, потому что если я что-то нажму, то у меня просто всё слетит и мне нужно будет опять вот это всё листать. Сейчас пробью абсолютно всех замов, которые у нас есть. Я дурачок, я, блин, скипнул и начинается всё сначала. И как мне дальше всё это листать? Список игроков сети пуст. А, так я ещё и не туда зашёл. Не, ну это полный бред, пацаны. Сейчас, короче, попробуем пробить тех замов, о которых я вообще не знал, а именно это два челика. А именно ID Алмат, его нет в сети. Ну и какой-то Клер Тун, тоже совпадений не найдено. О, кстати, я могу их чекать через хисторию. У Клер Туна Вайта когда-то был не Клер Тун Макаров. Ну а Алмата Спорт, Алмат Мальбора, Алмат Аламбиев, Алмат Про Про и вот это вот всё. Блин, пацаны, я не знаю, стоит ли копать дальше, потому что этих как бы в сети нет. И я не знаю, это точно сделали кто-то из них или же нет. Просто, чтобы вы понимали, Майк как бы сейчас находился в сети и он изменил наши ранги. То есть, навряд ли это всё он сделал. Так, ну ладно, фиг с ним, сейчас попробую долистать до самого конца. Чтобы вы понимали, это мне нужно 1214 раз крикнуть на вот эту вот кнопочку следующая страница. Я посчитал и я просто в афиге, блин. Раз, два, три, четыре, пять. Ну короче, одну страницу я могу пролистывать в секунду. То есть, примерно за 20 минут я долистаю до конца чужо-жесткие цифры, блин. О, долистал я до Клер Туна, его приняли в 2022 году. Ну и Алмата примерно так же, только через 4 месяца. Кема, это я только до них долистал, сколько мне ещё листать-то, блин? О, вот есть ещё какой-то Илья Лин Иксэс. Но его приняли после этих челиков, то есть в 10-м месяце 22-го года. Ладно, копаем дальше. Просто сколько тут людей, я в шоке. Я не пойму, эти люди когда-нибудь уже закончатся, нет? Их просто тут реально жесть, как много. Вы были отключены от сервера за превышение допустимого времени бездействия. Нормально. Ну ладно, залетел я сейчас на основу. Переоделся в бомжа, чтобы меня не спалили. Эй, Моргенштерн, отстань, а? Мне интересно, пробейте этого Ильяса? Но в сети есть только какой-то Ильяс Бэронс. Чисто обычный какой-то мент. Двадцать пятый левел, ничёсе. Я чисто осуждаю вот эти действия. Возле работы у гонщика машин стоит и ловит вот этих вот людей, которые крадут тачки. Ну а после этого всё по нарастающей даёт. Звёзды сажают в тюрьму и игрока сажают где-то на час, если не больше. Это жесть, короче. Но хотя переживать незачем, у этого игрока третий уровень и он работает водителем автобуса. Но это по-любому его тачка. Выходим из автомобиля. Как же его машина? А всё, он её сдал. Тикай, братишка. Вы объявлены в статье угон. Ну мы же договоримся. Как-нибудь. Ну можем. Передал бумажку с надписью 5К. Лей, пацаны, это чё за коррупционеры? Слэш пэй. Вай, он ему ещё и бабки передаёт. Ну-ка, телепортируемся. Так-так-так, что это было? Ха-ха-ха. О, Быстик. Быстик, можно вопросик, а потом уже варн. Задавай. Ема. Трудно стать ютубером таким. Да я хз. Я подписан на тебя. Ща бабло ему отдам. Ема, он ему даже больше отдал. Ничего себе. Не лови тут нарушителей. Парни заработать пытаются. Знаю. Варн за это. На первый раз прощаю. Так, ладно. Чё-то мы вообще отстранились от сути дела. Короче, прошлые имена Илья, Линекс, Сэс, Лимон, Лимончиков. Чё, блин? Ема, пацаны, ну чё за фигня? Я сейчас через слэш-айди пробил всех вот этих челиков и никого, блин, нету в сети. Но мне ж по-любому нужно что-то с этим делать. Прыгаем сейчас в акулку. Ну и летим к таксопарку. Ема, как я давно не катался на акулке. Ема, чисто задним ходом 170 лечу. Не, ну а почему бы и нет? Ну ладно, я стопнулся, можно развернуться. Вая, вот так вот боком заходим. Ещё вот сюда вот перекладочку даём и подъезжаем к таксопарку. Я просто заметил, если перейти в автопарк, то тут появился какой-то зас на бизнес-классе. Ну вот, да, арендуем. И чё это такое? Откуда он у нас? Ну мне кажется, технический специалист сможет чекнуть по логам вообще, какой игрок добавил вот этот запорожец нас в таксопарк. И мне кажется, именно этот игрок как раз таки и слил наш тексопарк. Кстати, вчера у нас проходил розыгрыш BMW M3, чтобы вы понимали, финка дошла почти до миллиона. Ема, пацаны, реально огромное спасибо вам за такую активность. В сейфе, как вы видите, никакие бабки у нас не украли. Для начала нам сейчас нужно починить все свои тачки. А именно Бэху за 3000. Е39 за 4. Семёрку за 5. Ну и в принципе всё. Я, блин, до сих пор не могу понять, зачем он этот зазик закинул в таксопарк. Типа, крайне странная фигня, но да ладно. Я сейчас, короче, чекнул список игроков в сети, никаких замов там нету. И вот объясните, по какому поводу мне вообще писать жалобу-то, блин? Ну ладно, сейчас прыгаем в акулку, ну и летим в Латкарина. Блин, пацаны, вот честно, я не знаю, может ли заместитель директора в нашей транспортной компании забирать себе какие-то тачки или воровать деньги с сейфа Фомы, но я надеюсь, что нет, потому что этот игрок ничего не спёр. Хотя, как вы видите, он был серьёзно вроде бы настроен. Я до сих пор не понимаю вот этого момента, блин, с запорожцем. А ещё мне калит то-то, что я не знаю, кто в итоге-то слил мой таксопарк. А, понимаю, я размотался, у меня ремок нет. Ну ничего, употребим лекарства. Так, скажем, поедем в светлый путь. Да, ну, видимо, ехать мы долго будем. О, мне Джерри кинул ремку. Вот оно, что мне надо. Чиним, короче, тачку. Ну и неужели летим? Кстати, нужно заехать в магазик. Ну и тут закупиться ремками. Всё, кайф. Так, ладно, берём первое задание. Фастиком летим к магазу. Покупаем тут спрей от насекомых. Теперь летим к бизнесу. Эй, куда? А, повезло, не сильно завяз. Да у меня, блин, мент ещё какой-то докопался по дороге. Я ещё и застрял, прекрасно. Выйдите из авто. Зачем? Ну ладно, выйду. Вы сбидели капитана. Сбили. Чё он от меня хочет, я не могу понять. Эй, не подходи ко мне по-братски, а? А он меня ещё убить пытается. Чё, придурок, что ли, или чё? Не, ну это ему просто так не сойдёт, пацаны. Чтобы вы понимали, их дебильный капитан просто стоял на дороге. Я его сбил, и он в меня стрелять начал. Именно поэтому я его убил. И я ещё у них виноват, блин, придурки. Я-май, я переспавнил тачку и ещё больше застрял. Ещё и админы, блин, репорт не чекают. О, мне админ помог. Сейчас починим свою тачку, ну и поедем дальше. Я-май, ты чё за суета происходит? А, у них туса негров, понятно. Но они просто сами так сказали. Так, ладно, обрабатываем все наши участки. Ну и успешно выполняем это задание. Теперь мы катим за вторым. Выбираем его. Ну и летим выполнять. Подлетаем, короче, сейчас к МЧС. Забираем у Кентика огнетушитель. Ну и везём его в наш бизнес. Вешаем тут наш огнетушитель. Ну и успешно выполняем второе задание. Теперь мы едем за третьим. Берём его. Ну и сейчас нам нужно расклеить листовки. Ну и как всегда не без приключений. Вы были кикнуты по подозрению использования по стороне ОПО. Вы чё прикалываетесь? И как вообще передвигаются мои персонажи? Ты чё такое? Ема, очередь 460. Понимаю. Ема, ну неужели я зашёл? Появился в Арзамасе, блин. Арендуем, короче, скутер. Ну и летим в больнице. Так, ну всё, я на месте. Забираем тут Ешку. Ну и летим в Латкарина. Так, я приехал. Берём, короче, задание. Ну и летим его выполнять. Эй, чё-то не понял, а где моя метка? Хорошо, хоть я помню. Первую клеим. Клеим вторую в Горелле. О, третья у нас тоже тут. Клеим. Третья у нас возле дома. Короче, клеим её. Ну и последняя у нас также в Батрево. Клеим. Ну и успешно выполняем все задания. На сейфе уже 855 тысяч. Сейчас мы всё снимаем. Также у нас на бизнесе лям 150. Снимаем лямчик. Ну и в итоге у нас на Балике 31 миллион. Короче, вкратце расскажу. Зява подъехал к дому Фомы и Меломанс. Его там начали стрелять. В итоге он начал перестрелку. Он там кого-то поубивал. Эти чуваки приехали к нашему дому. Начали всех стреляться. В итоге разобрались и ушли с миром. Вообще, пацаны, я хотел кинуть жалобу на форум. Типа мой таксопарк слили. Но на самом деле потеря так-то несущественная. Просто пришлось изменить ранги. Да, я, конечно, хочу это сделать. Но проблема в том, что когда её слили, я должен был зафрапсить. И я этого не сделал. А после наш заместитель изменил ранги. И типа уже как бы решать ничего не стоит. Вообще, напишите в комментах, как бы вы поступили на моём месте. Но главное то, что всё хорошо закончилось. Я честно, когда увидел скрины от подписчиков, я думал, всё, капсдай. Типа мой автопарк слили, сейв слили. Я остался совсем ни с чем. А оказывается, всё нормально. Ну всё, пацаны, ну вот такой вот синий М5 F90 на номерах. А у Е36 на 05 регионе улетаем в закат. Всё, до связи.